ТАТАРСТАН 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 Он с самого начала молодым, сходу стал, я бы сказал, успешным, как бы рожден для таких больших дел. Любит людей, потому что министру строительства, как никому, пожалуй, приходится работать. Строители, они разные, но это люди дело, умеющие работать. Мараш Киржанович очень системный, очень четкий, жесткий руководитель. Те задачи, которые он решал в Москве, позволяют нам говорить, что задачи, которые поставлены перед правительством части строительной отрасли, я думаю, регионального развития, они будут реализованы. При всей своей занятости и непростой сфере ответственности Марат Хустулин всегда открыт для СМИ. Ведет свой телеграм-канал, где информирует обо всем, что делается на строительных объектах Москвы. Все вопросы я буду готовить сам, а мои коллеги мне будут помогать. Даже на самые каверзные вопросы он может дать хлесткий, уверенный ответ. Лужники, чтобы в усеченном варианте разобрать, нужно 6 месяцев. А кто вы сейчас, да, там, вот физически кто там находится, какая компания? Может быть, как раз это аркс, а не поэтому так. Но у вас же нет в штате разборщиков трибун, и вы кого-то нанимаете на подряд. Коллеги, я вам просто удивляюсь. У вас еще такое мнение, что в правительстве такие все дураки, что ли? Мы специально казенное предприятие под это создали. Мы на время управления проектом, как делается во всем мире. Назначение Марата Хустулина вице-премьером. Это еще один факт, что наша республика серьезная кузница кадров. К слову, место главы департамента строительства Москвы получил тоже татарстанец Рафик Загрудинов. Все больше и больше татарстанцев у нас в Москве. Не жалко ли вам было их всех отпускать? Москва – это столица нашего российского государства. И молодые перспективные кадры там должны работать. И если от татарстана нужна какая-то поддержка, мы готовы представить для нашей столицы подготовленных, значит, сильных руководителей. И мы это гордимся. Это же конкурентность нашей республики. Просто очень умная, внятная политика. И эта политика имеет в результате хорошие результаты. Плюс, поскольку хорошие результаты, то регион оказывается впереди остальных регионов. А поскольку он впереди остальных регионов, то у него оказывается очень большой пионерский опыт. Накапливается, который может использоваться в других регионах и на федеральном уровне. Хозяева по главе региона, а не господа и не временщики, остается только восхищаться. Почетный строитель России, заслуженный строитель Татарстана, обладатель медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, за заслуги перед Республикой Татарстан. Как всегда, от новых людей ждут больших свершений. Пусть такой поворот в его судьбе станет прорывным как для его самореализации, так и для развития страны. Игорь Романов, Новости ТНВ. И вот как сегодня прокомментировал новый состав правительства государственный советник Республики Винтимир Шаймиев. Думаю, что начиная с фигуры премьер-министра Владимировича Шустина, и вот сейчас остался известный уже состав правительства, многих я их знаю. Лично мое мнение, это очень обнадеживающий, я считаю, что перспективный шаг. Когда такие кадры, такие ребята, имеющие опыт и энергичные, преданные делу и знают, что делать, я думаю, что они обеспечат успех. Как российские политологи оценили новый состав Кабинета министров, читайте в интернет-газете «Реальное время». Тарифная дискриминация, потери ресурсов и разница цен на одни и те же услуги. Об этом сегодня говорили на коллегии Госкомитета по тарифам. В этом году, с 1 июля, цены на коммуналку вырастут в среднем на 3,5%. Как поможет тарифный светофор регулировать цены, сегодня узнал Салават Мухаммадуллин. И с каждым годом сдачи все меньше. Тарифы растут, и 2020-й не станет исключением. С 1 июля цены на воду, электричество и тепло поднимутся в среднем на 3 с лишним процента, при максимальном пороге в 4. Предусмотрено исключение тарифной дискриминации. На прошлой коллегии год назад мы уже поднимали вопрос тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса и удержания тарифов на конкурентоспособном уровне по сравнению с соседними регионами. Одной из главных проблем остается разница тарифов за одни и те же услуги в городах и районах республики. Ну, для примера. В Набережном Челнах одна гигакалория тепла стоит 1619 рублей, а в Балтосях это уже больше 2300 рублей. Это последствия себестоимости и издержек. Системы устаревают, отсюда идут и потери. Например, по республике неучтенный расход теплоэнергии больше 11%, воды 9%. Ситуацию исправить должны инвестиционные программы, только в них пока пробелы. Это неисполнение предусмотренных программ и мероприятий с последующей корректировкой и распределением их на последующие годы. Например, МОЗ-Водоканал. Замена утверждена предприятиям иными по результатам работы финансового года. Это того указа энергии и неэффективное планирование мероприятий, например, в Татарстане. Но контроль за работой предприятий и тарифами скоро может быть передан искусственному интеллекту. ФАСРоссия запускает пилотный проект «Тарифный светофор». Мы будем проверять те тарифы, которые они установили. Если это будет противоречиваться в автоматическом режиме, то будет красный свет, соответственно, не смогут установить тариф. Если желтый свет, значит, нужно привести в соответствие. Зеленый тариф автоматически будет устанавливаться. И Татарстан готов присоединиться к проекту вместе с Москвой и Калининградом. Возможно, тогда жалоб станет меньше. Слава Тухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К теме тарифов мы еще вернемся. В нашем следующем выпуске в редакцию поступают массовые жалобы на высокие счета за отопление. Оплата за теплый декабрь оказалась дороже, чем за холодные месяцы 2018-го. Ну а пока к другим новостям. Стали чаще жаловаться в Татарстане и на нарушение трудовых прав и медобслуживания. Сегодня в формате экспертного совета подвели итоги работы аппарата, уполномоченного по правам человека. Как отметили, этот институт становится все более востребованным. Удается ли решать проблемы и какие меры еще назрели, узнал Дмитрий Аренин. Самое главное, нужно вести разъяснительную работу. Вот эта школа правовых знаний очень нужна. Так школьный директор Гульчачак Гелязова на общественных началах работает общественным помощником, полномоченным правом человека в Балтасинском районе. В год мне приходят несколько десятков обращений. Например, в этом году был вопрос в изоляторе временного содержания. В камерах повышенная влажность. По лабораторным исследованиям оказалось, что уровень влажности и температуры был в норме. Всего в минувшем году в аппарат Татарстанского, уполномоченного по правам человека, пришло более 4000 обращений. Это немногим больше, чем ранее. Отмечают разжалоб на нарушение трудовых прав и медобслуживания. Например, в Альметьевской поликлинике номер 3 гражданин более 4 месяцев не мог получить талон на прием к неврологу. И такие примеры можно привести практически по многим муниципальным образованиям, учреждениям здравоохранения. Разумеется, врачи тоже могут болеть, выходить на больничные листы, уходить в отпуск. Это их право. Но учреждения здравоохранения должны иметь условный план Б в таких случаях. Не могут из-за кадровых проблем страдать пациенты. Найти план действий, необходимый ряду работодателей. За минувший год от Орстани совокупные долги по зарплате достигли почти 300 миллионов рублей. Болевой точкой остается вопрос своевременности выплаты зарплаты. Несмотря на то, что задолженность, наблюдаемая органами статистики, снизилась на 33% на 1 июля 2020 года, однако проверки как органов прокуратуры, так и работа комиссий показывает, что объемы долгов по зарплате фактически гораздо выше. Ситуация сложнее то, что многие организации должны идти либо сами банкрот, либо работодатели попросту скрываются. Обратились следственные органы. Откуда пришел ответ, что работодатель нашелся и выплатил заявительнице, причитающей денежные средства? Ситуация не уникальна. Мы не раз отмечали, что когда для платежа должника запахнет жареным, он изыщет возможность погасить задолженность. В 2019 году в рамках доследственных проверок в четырех случаях была полностью погашена задолженность по зарплате руководством ООО «Регион Бетон» Набережной Челны, ООО «Поповка» Бавлинский район, ООО «Ермак» Советский район города Казани, ООО «Вектор» Советский район города Казани. Чтобы права татарстанцев лучше соблюдались, омбудсмены будут плотнее сотрудничать с прокуратурой. Сегодня подписали соглашение. Мы подробно проинформируем о тех должностных лицах, о тех ведомствах, которые допустили наибольшее нарушение, и, естественно, о муниципальных образованиях. Татарстанцам советуют не бояться заявлять о нарушениях своих прав. Для этого в республике работает интернет-портал «Народный контроль». Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Вы смотрите «Новости Татарстана». Вот о чем далее. Снега нет, реки не будет? А пас влаги с 2001 года самый низкий. Почему, по мнению экологов, река Волга может обмелеть? И что на этот счет думают метеорологи? У них спрашивал Сергей Хайдаров. И у пчел теперь будет паспорт. Без паспорта сложно будет доказать, что ты культурный играл на пчеловод. Как, когда и где его можно получить, расскажет Вероника Гаинодинова. Рустам Миниханов сегодня присоединился к челленджу, приуроченному к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Видеозапись президент Татарстана опубликовал на своей странице в Инстаграм. Напомним, к 175-летию Абая был запущен специальный челлендж, где читают отрывки из его стихов. Я с удовольствием принимаю эстафету и передаю эстафету Татарской диаспоре Казахстана. Зима без снега, а Волга без воды. Отсутствие снежного покрова может привести к ее обмелению. Запас влаги самый низкий за последние 18 лет. Такой прогноз Росгидермета озвучили на заседании межведомственной комиссии. Сразу пять регионов по Волжье объединились для решения общей проблемы. По кому возможное обмеление ударит больнее всего, разузнал Сергей Хайдаров. В этом году реку Волгу не иначе как голой не назовешь. Ну, во-первых, на ней самой невооруженным взглядом видна вода. Ну, а на берегу, кто бы мог подумать, в январе месяце из-под снега выглядывает земля. Вот в таком вот огромном количестве. Ну, а маленькое количество осадков, по мнению экологов, может привести к обмелению одной из самых больших рек России. Обмеление Волги было вопросом номер один и прошлой весной. Напомним, тогда главная река страны обмелела из-за снижения уровня Куйбышевского водохранилища. Какой ущерб был? Рыбу на хозяйство на Волге. Ну, и все, у нас пешком можно было пройти к Казанку, да, вот мы видели, и оголели все берега. В этом году все может повториться или даже быть хуже. По прогнозам Росгидромета сейчас на Волге самый низкий уровень влаги за последние 18 лет. Его определяют не только по уровню снега, но и промерзанию и влажности почвы. Как не допустить обмеление, думают специалисты из пяти субъектов по Волжье. Сейчас вот ехал в Казань, вижу, реки вскрываются уже в республике. То есть мы начали небольшое половодие. Если мы сейчас с вами примем решение о сбросе воды, я так понимаю, что ни один на земле человек гарантии о том, что реки у нас наполнятся в Павловку, не даст. Собственно, 40% стока, то есть притоков Куйбышевского водохранилища, формируется за счет расходов Нижнекамской гидроэлектростанции. Предложение поступило от представителей Татэнерго. По их мнению, необходимо подпитывать Куйбышевское водохранилище за счет наращивания резервной емкости Нижнекамского водохранилища. Как такой идеей относится в Татарстанском гидромете, представителей которого, кстати, нет в комиссии, мы спросили в ведомстве. Никоим образом поднятие на 70 сантиметров Нижнекамского водохранилища никак не отразится на уровне Куйбышевского водохранилища. Сами понимаете, то есть это ничтожно значимый объем. Если Волга обмелеет, это ударит по многим фронтам. Рыбаки, туризм, экология. В татарстанском гидромете уверены, тревогу бить все же рано. Мы знаем годы, когда выпадало достаточное количество осадок, именно и в феврале, и в начале марта. Ждать нам обеления Волги или обильных снегопадов в феврале мы уже скоро узнаем. И даже при самом неудачном исходе в республике к этому будут готовы. Интересы средней Волги будут озвучены на заседании комиссии 6 февраля в Москве. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина, который прилетел из Китая. Как сообщает РБК, мужчину с признаками ОРВИ доставили в инфекционную больницу. И сегодня защиту воздушных гаваней усилили в Татарстане, в аэропортах Казань и Бегишево санитарно-карантинный контроль. Напомним, случаи заражения вирусом из Китая уже зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. Число заболевших идет на сотни. Девять человек скончались. Подробнее об угрозе Рамиль Шайдулин. Температура четвертый день, кашель третий день. Казанцы все активнее идут в поликлиники уже с первыми симптомами ОРВИ. Переживают. Последствия могут быть куда серьезнее. Сегодня уже четвертый день болезни получаются. И врачи уделяют пристальное внимание пациентам с температурой и банальным кашлем. Все из-за китайского коронавируса. Он протекает так же и уже фиксируется в соседних странах. Клиника мало чем-либо отличается. Выявить данное заболевание можно только в специализированных лечебных учреждениях. По специальной методике тестирования. Для дела у нас только лаборатория. Это кадры перевозки заболевшего новой пневмонией в Китае. В полной изоляции от окружающих. Ведь вирус смертелен. Уже девять жертв. И сотни тех, кто болен. Многие туристы. Инфицированный человек, сам не знающий, как правило, что он инфицирован, пересекает границу и заболевает уже на новой территории. Вот и в аэропортах республики особое внимание к международным рейсам. У нас в круглосуточном режиме всегда работают специалисты Роспотребнадзора в аэропортах. И при приезде из зарубежных стран, особенно с риском заражения новым коронавирусом или другими особо опасными инфекциями, значит, обязательно происходит дистанционная термометрия. Специалисты поднимаются на борт и с помощью карманных тепловизоров проверяют температуру пассажиров. Первый показатель – коронавируса. На январь по расписанию у нас запланировано 9 рейсов из Китая. Все из города Санья. Шесть уже прибывал рейсов. Больше 2000 пассажиров и членов экипажей. Теперь все охватены 100% санитарно-каротическим контролем. Из Китая продолжают идти рейсы, в том числе не только пассажирские, но и с привычными многим посылками. Мы находимся в почтовом отделении, где их и сегодня люди забирают без опаски. Все потому, что, как подтверждают ученые, вирус не передается через вещи. Доказано, что приобрел свойство передаваться не только от животного к человеку, это первый этап, но от человека к человеку, это второй этап. А вот тем, кто собирается выезжать в Китай, Роспотребнадзор советует не посещать рынки, где продают животных, употреблять только готовую пищу и кипяченую воду, носить защитные маски. О серьезности ситуации говорят во всем мире. Сегодня Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное заседание, первое после вспышек Эболы и вируса Зика. Рамиль Шайдульн, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. У пчел теперь будут свои паспорта. Все пасеки Татарстана с начала года начали получать документы. Каждый дает индивидуальный номер и вносит в единую систему. Что дает пчелиный паспорт, узнала Вероника Гайнудинова. Мансур Минязев, пчеловод со стажем. Разводит их уже 36 лет, а вот паспорт на них получил недавно. Говорит, теперь и пчелы без документов не могут. Пришел продавать мед на базаре. Где взял пчел? Где взял мед? Вот, говоришь, вот у меня паспорт, где написано, когда я завел пчел, семья лечил. В нашем районе всего считается пчеловодов 192 человека. Паспорта уже у нас получили, в прошлом году получили 27 человек. Нынче получили 26 и плюс еще 20 на подходе. Паспорт вот такого единого образца содержит информацию о владельце пасеки, месте ее расположения, количестве пчелосемей и какие обработки и лечебные мероприятия проводились. У каждой пасеки будет свой номер, его внесут в единую систему. Создать ее решили из-за массовой гибели пчел в прошлом году. Напомним, в июле 2019 года пчелы погибли из-за химической обработки полей. Возмещение ущерба здесь должно было представлять, скажем, паспорта пасек. В 25-26 только имелись такие паспорта. В срочном порядке действительно надо было упорядочить и узнать более конкретное количество пчелосемей. Сейчас, чтобы получить паспорт, нужно обратиться в ветеринарное объединение в своем районе. Стоить он будет 160 рублей. Раньше за этот документ платили до 2000 в зависимости от дальности пасеки. Проводим обследование пасеки и выдаем паспорта установленного образца. Этот документ всем человодам республики нужно получить до конца февраля. Вероника Гойнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Пестричинский район, Казань. Каштаны, лиственницы и рябины, ободранные бойцовскими собаками в парке Урицкого, начали восстанавливать. Сегодня обработали только самые поврежденные деревья. Лечением остальных займутся завтра. Напомним, в начале этого года к нам в редакцию обратились обеспокоенные казанцы. По их словам, бойцовские собаки просто убивали деревья. Так хозяева якобы натаскивали животных. Виновников, к сожалению, не нашли, но лечением покусанных деревьев уже занимаются. Выпуск продолжит информация о погоде на завтра. Но у меня пока все. Всего вам доброго. Высыпаемся мы или не очень? Торопимся или едем не спеша? Все мы с радостью приходим на наш завод. Ведь это не просто работа. Это наша жизнь. При этом мы обычные люди. Ну, почти обычные. Казань Орксинтез. Наша главная ценность – люди. Канавто на Минской возобновляет госпрограмму «Первый и семейный автомобиль». Обменяйте свой автомобиль на новую «Ладо» с выгодой до 155 090 рублей. Особые условия на автомобиле «Ладо» с ПТС 2019 года. Канавто. 512 12 12. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. В автоцентре марка «Ниссан» Кашкай от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Василийский шеф-ханесеный. Юлтутавы совхалатук лакларизы. Куптерли Дуэллау алымнара. Та улегинэя Нибара Бермендуртистуксансумнан. Барлок номер лагада и гирми процентлы кашламалар. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Республиканский конкурс красоты «Миста Торстан-2020». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Начало в 19.00. Подробности на сайте kassir.ru. Димаш Кудайберген. Грандиозный сольный концерт в Казани. Тать нефть Айена. 20 февраля. Здравствуйте. В ближайшие несколько дней на территорию Татарстана с северо-запада начнет поступать более холодный воздух. И в республике подморозит. О погоде через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно? Срок, да еще и со скидкой 20%. Тогда звоните в «Данилмастер» 2-167-166. Или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 23 января на юго-востоке республики станет прохладнее до минус 5-ти небольшой снег. Подморозит и на северо-востоке. Минус 4 будет облачно временами со снегом. На севере Татарстана, в Агрызи, Менделеевске, Актаныши выпадет небольшой снег около 4-х мороза. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, дневная и ночная температуры сравняются и составят 4 градуса. На юго-западе, в Болгарии, в Буинске, Држаном сильные морозы не ожидаются. Всего 3 градуса с минусом, местами снег. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыши около 4-х мороза, пасмурно и снежно. В пятницу станет прохладнее, не обойдется без осадков. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах «Доктор Ост» лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Болевой синдром обычно исчезает уже после первого сеанса. Не терпите боль. Поспешите в «Доктор Ост». Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233-03-03. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 10 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮЭТ. 233-03-03. В предстоящие сутки в столице Татарстана ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночью около 3 градусов мороза, а днем минус 4. Ветер западный умеренный до сильного. Атмосферное давление пониженное. 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах гололедится. Будьте внимательны. Это вся информация к данной минуте. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова